Это собрались окна ему. Кошмар. И пол дома нету, да? Да вообще крыши нету. И вот здесь живут люди еще, да? Да, живут. Ты сюда заходим, да? Да, да, да. Кошмар. Тихай, вот. Заходи, заходи. И на лево. Вот так вот. И на лево. Поварищи, еще на лево. Выходите сюда. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас как зовут? Михаил Павлович. Михаил Павлович. Вот мы приехали на поселок Веселый. И Михаил Павлович, он практически ничего не видит, да? Да. Ну, вообще не видит. Вообще не видит. Его дом разбитый. Да. Единственное, что вот староста и добрые люди помогли, вставили стекла ему. Ну, а так в дальнейшем мы открыли немножко пленкой крышу. И мы приехали его проведать. Это кто? Ну, просто мы люди, обычные жители города Донецка. Да, да. Вместе с моими друзьями. Вот сегодня, благодаря Элине Глевинской, мы привезли вам продуктовый набор. Здесь есть и курочка, и различные масла, колбаска. Я вам назову сейчас конфеты, пряники, молоко, консервы, паштеты, чай, мука, сахар, рис, гречка и горох. Колбаска, вот, масло подсолнечное, масло растительное, такое, сливочное. Скажите, а здесь вот слышно, как стреляют, да? Ну, стреляют каждый день по немного. Ну, сейчас меньше, а то каждый день стреляют. Вечером стреляют. Ночью. Ночью стреляют. И в ваш дом попадания серьезные были? Не, сейчас дома нет. Не, ну раньше. В 2014 году, 8 октября, я только вышел сюда, во двор, возле гаража, сел на лавочке, а потом думаю, да, я это самое, побреюсь. Вышел, ну я тогда еще видел, все, поднялся, все, только встал вот так, бритву взял, снаряд как прилетел, как дал, разворотил, а вот этот фронтон упал, все. А потом уже еще пять снарядов вокруг, да, два снаряда в дом, а эти вокруг, все, вылетели окна, вылетели, это уже и двери вставляли, и это соседи. У нас вот здесь Саша, такой сосед, он это самое, помогает, все, бесплатно, все, он помог. Ну конечно. Василий Михайлович, это самое, тот трава нам, это самое, привозил, помогает. Вот уже четыре года в таких условиях вы живете, да? Так, поедем, вот сейчас пойдем посмотрим, глянем. А скажите, а зрение, почему у вас пропало? Ну сидел же в этом самом, в подвале, все, наверное, сотрясение. Я родился в Схолской области, это самое, там, Усминскую среднюю школу кончал, и это самое, тогда я помню, когда, мне шесть лет было, когда немцы шли по нашей деревне, но они не останавливались под Куни, там такие бои были, все, разбито было, и Великие Луки разбито. И когда шли, все, я помню, кричали, Москва, капут, капут, все, у нас постреляли всех свиней, у кого были, курей, вот это они все, с автоматом, самолеты летели, но они у нас не были, только прошли там, ну и может неделю там были. Вот это за это время расскажи. И вдруг здесь война опять. Прибыл война. И вот это связано, наверное, с отрясением, все у вас пропало зрение, да? Да, конечно. И это самое, но я сейчас вообще ни хера не вижу только так, это самое. Вот смарт. Вот видишь, галится. Семнадцать лет в шахте проработал, на Фелик Цакона, а потом соединили с Засядкой. Тогда был не этот самый, не Зверильский, когда вот, а тогда Середа Владимир Алексеевич был директором. Он меня и кончил, я Луганский сельхозинститут по специальности агрономия. Семнадцать лет в шахте отработал, но перед этим работал и кончил техником, промоавтоматикой возле Шевченко. Вот это работал горным мастером, помощником, заместителем. Середа поставил, начальником участка. Потом кончил институт, еще четыре года работал на шахте. А потом мне Огнинаев и Гелый соцтрудал взял совхоз. И доверил вот эту веселую узкую бригаду. Я тридцать лет здесь проработал. Получил знак почета орден, знак Орден Трудового Красного Знамени, отличник социалистического соревнования ОССР и лауреаду Сударственной премии. Теперь никому не нужен. Спасибо огромные люди, которые помогают. Низкий вам поклон за это. Пойдем еще пора.